Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня мы с вами будем кушать вкуснятину, которую мне принесла Аиша. Видео выходило вчера. Вот такая вот вкуснятина. Не пробовала. Мама говорит, что это все супер сладкое, поэтому, наверное, все съесть не удастся. Но, по крайней мере, хотя бы попробуем, потому что подобного вида сладости никогда на моем канале не было. Так, начнем. Здесь у нас, конечно же, мандариски, ну а как же без них? И давайте приступим. Я прям буду руками есть, если вы не против, так скажем. Выглядит очень аппетитно. Еще вчера я ругалась с Аишей и говорю, зачем ты что-то принесла? Она живет очень близко ко мне. Я даже, если честно, не понимаю, почему мы с ней раньше не общались. Я веду свой канал активно, в основном, два года. Эти два года на меня смотрит, лайкает. И это безумно приятно. Очень сладко. Прямо приятно сладко. Но вкусно. Мы прям от души посидели, но, к сожалению, пришлось рано ей уйти, потому что у нас комендантский час из-за коронавируса. То есть в девять уже все должны быть по домам. Если тебя увидят на улице, могут оштрафовать. Пол девятого мы прям гуляли. Я ее прям пешочком проводила до дома. Столько всего вспомнили. Оказывается, у меня просто память ужасная. Некоторые вещи она рассказывает. Например, я не помню. У меня, к сожалению, ни с кем особо так связи нет. Я не знаю, как сложилась у кого судьба. Но я думаю, будет очень интересно лет через десять устроить встречу одногруппников. Встречу одноклассников мне вообще не интересно. Потому что я не влилась в этот коллектив. Приятно осознавать, что все, кто учился вместе с нами, все работают. У всех все хорошо. А еще пока что, правда, не нашла. Но я думаю, это тоже в процессе. Недавно закончили. Решила расслабиться после университета. В комментариях, которые вы пишете, и очень много людей спрашивают про национальность в комментариях. Кто же по национальности Аиша? Даже на видео так получилось, как будто у нее черные волосы. На самом деле у нее русские волосы, светло-светло-карие глаза. И мама, когда ее увидела, она сразу сказала, говорит, ты метиска, у тебя мама русская. А Аиша говорит, нет, я чисто кровная азербайджанка. При этом она выглядит, как чистая русская. Если вы увидите ее на улице, такое ощущение, что прям идет русская девочка. Но везде есть свои исключения. У меня, например, двоюродная сестра. У нее голубые глаза, русые волосы. Причем большие такие красивые голубые глаза. И никогда в жизни вы не подумайте, что она мусульманка. Мы даже однажды с ней ходили, типа, к экстрасенсу. Естественно, к какому-то шарлатану. В общем, зашли, сели. И она сразу такая говорит, я вижу крест. Она такая, в смысле, крест. Я вижу какой-то крест. Такая, м-м-м, крест, крест. Христианка. Она просто увидела внешность. Понятное дело, голубые глаза, русые волосы. Прям один в один русская. Решила, типа, включила свои экстрасенсорные способности. В общем, мы больше к ней не ходили. Мы поняли, что она не обладает никакими способностями. То есть, обычно моя бабушка идет к какому-то магу и просто говорит, сынок, у меня такая-то, такая-то проблема. Что ты мне посоветуешь? И он говорит, делай вот это. А тут мы пришли и просто не говорили о том, почему мы пришли, что нас интересует. Просто интересно было, что скажет экстрасенс. И обладает ли он вообще какими-то способностями. Как оказалось, нет. Экстрасенсов всегда нужно проверять. Как мы с подругой однажды пошли, и она просто решила прикольнуться. Можно даже такой пранк снять, пойти снять. Что скажет экстрасенс? Разоблачение в Ахмедлах. Есть одна типа экстрасенс. Ее зовут Тома. Может, кто-то ходил к ней. Мы с подругой пошли к ней однажды. Лет, наверное, пять назад. Мы еще в универе учились или нет. Наверное, поступали только. У нее была проблема с парнем. Она выглядела намного старше своих лет. Вот ты на нее смотришь, и ей никогда не дашь 16 лет. Но здесь немного... Раньше идут в школу. Получается, в 16-17 максимум ты заканчиваешь школу. В России, например, их 19-18 заканчиваешь. Тут не так. Ну, в общем, не суть. Пошли мы, значит, к экстрасенсу. И она говорит. У меня двое детей. Двое мальчиков. И муж от меня уходит. Что мне делать? Я такая посмотрела. Я, говорит, чувствую, два мальчика. Один чуть старше, другой чуть младше. Это когда-то один старше. Хотя у нее вообще детей нет. Просто интересно было. И начала там плести, что вот, любовница твоего мужа сделала порчу. Приходи, я тебе открою эту порчу. Я прям вижу. У тебя муж такой брюнет. В Азербайджане, на Кавказе. Все мужчины, у всех черные волосы. Все брюнеты. Америку открыла, слушайте. И, в общем, мы в конце ничего ей не сказали. Ушли. Потом она позвонила. И сказала. Я просто, говорит, хотела вас проверить. А оказывается, вы не обладаете никакими способностями. Вообще, на самом деле, мне кажется, есть люди, которые специально распространяют информацию, что это экстрасенс, очень сильный. И получает за это, наверное, какой-то процент от ее продаж. От ее клиентов, так скажем. Потому что иногда подозрительно какие-то хвалебные отзывы слышала от однокрупников. Я одно время очень верила во все это. Но сейчас уже нет. Возможно, есть какие-то очень сильные экстрасенсы. Но я точно таких не встречала. Например, бабушка рассказывает, что когда она была маленькая, такая, знаете, подросток, они с двоюродной сестрой, которая собиралась замуж, решила пойти к экстрасенсу и по дороге, дорога была длинная, через лес, и по дороге их другая двоюродная сестра, то есть они втроем шли, она начала угорать с этого, что ой, теперь по экстрасенсам будем ходить, да ладно. то есть всю дорогу она просто угорала с того, что они идут к магу, так, к экстрасенсу. И когда они дошли, это вот прям бабушка рассказывает, колдунья просто, не знаю, как это правильно назвать, колдунья, маг, называйте как хотите. Она просто повернулась к той девочке, которая стебалась, и она такая говорит, а ты останься здесь. Она говорит, почему? Ты все равно не веришь, говорит. Ты по лесу шла и просто смеялась с этого, поэтому не заходи ко мне. И у них просто был такой ступор. А вот откуда ей знать, что там по дороге просто угорала с этого? Значит, действительно, человек обладал способностями. И после этого конкретно они очень испугались. Моя бабушка и дверная сестра, которые зашли внутрь, и она как бы говорила просто такими фразами, которые нужно было как-то расшифровывать. Она напрямую не говорила, будет так-то, так-то. На самом деле это происходило, потом она умерла. Но самое удивительное было в том, что как она узнала, что они идут через лес, и что она просто смеялась. И именно она. Бабушка говорит, если бы мы проходили через, например, дворы, я бы могла допустить, что какая-то ее соседка услышала этот наш разговор, пришла, рассказала ей, чтобы как-то шокирую, считай, сделала заявление. А тут мы шли через лес. Я просто не могла это знать. После этой истории я реально верю в то, что возможно, есть такие люди, просто их очень мало. и возможно, те люди, которые обладают такими способностями, вообще не практикуют это. Вкуснотища. Но очень сладко. Если вы сладкоежка, прям обожаете сладкое, это точно ваша история. Внутри еще мак. Мак или как правильно называется. Извиняюсь за посторонние звуки, это просто мой сосед. Я ждала, ждала, пока он закончит ремонт. Но мне кажется, я перееду из этой квартиры, выйду замуж, приду, опять этот сосед будет как дятел стучать. Еще у нас сосед снизу купил квартиру и даже не делает там ремонт. Я представляю, если он будет делать ремонт, это какой... Потому что то, что вы сейчас слышите, возможно, и не слышите, это через два соседа. А прикиньте, снизу начнет пилить. В общем, на этом все было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, то поставьте лайк и подпишитесь. Люблю всех. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok